Пневмокаркасная палатка Палатка несколько отличается от серийной. Это специальный заказ для Министерства обороны. Палатка делает из облегченной ткани, поэтому имеет небольшой вес. Ну и плюс несколько других примочек, которые ее отличают от серийной палатки. Но конструктивно палатка пневмокаркасная выглядит именно так. Тент палатки выполнен из мембранной ткани с тефлоновым покрытием, что обеспечивает ей второй класс водонепроницаемости. И палатка сохраняет свои свойства до 30 градусов мороза, что тоже является особенностью именно этой палатки. Так, ну давайте посмотрим палатку изнутри, где я вам расскажу про каркас и некоторые особенности самого исполнения. Значит, здесь у нас имеется пневмокаркас, который, еще раз повторю, облегчен для специальных нужд. Вообще каркас делается довольно прочным. Верхний тент цепляется в контрольных точках к каркасу, что не дает тенту гулять. И при порывах ветра или при каких-то других историях срываться. Также он закрепляется и снизу, и сверху, и по бокам. Здесь имеется дверь. Снимать не буду. Закрывать точнее, иначе пропадет свет. Снимать надо будет. Ну, в общем, здесь довольно надежные замки. Также установлено окошечко. И здесь отдельный отсек есть, что примечательно, для подкачки клапана. То есть здесь у вас установлен клапан для каркаса. Здесь отдельно специально выведена история для того, чтобы вы могли, не разворачивая палатку, накачать или подкачать. Да, еще одна, значит, штука. Здесь установлен стравливающий клапан. Я его открыл, наверное, зря. В общем, знаете, что он здесь есть. То есть при нагреве или каких-то других дополнительных нагрузках на баллон повреждений никаких не будет у самого каркаса. За счет того, что стравливающий клапан лишнее давление будет спускать. Еще один небольшой момент. Сверху установлена вентиляция. То есть при полной герметичности можно закрыть полностью всю палатку, а вентиляцию оставлять. Ну, при желании, конечно, тоже можно закрыть, но можно и задохнуться таким образом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!